Голову отжимаем. Саша, Саша, ну! И нет! Есть, поймал. Михаил Кононенко начинал свою деятельность в рядах ВДВ. После окончания службы они вместе с коллегами решили организовать клуб «Ратник», чтобы дать возможность молодежи реализовать себя на спортивном поприще. За свою 25-летнюю историю клуб развивался по ряду направлений. Единоборцы развивали, развивали военно-прикладную подготовку, и поисковая деятельность у нас была тоже в углове угла. Потому что все-таки у великолепной памяти погибших в годы Великой Отечественной войны, я считаю, что это очень такой важный этап в формировании нормального парня или девушки, которая любит свою родину и помнит свои корни. С помощью таких мероприятий Михаил Ильич пытается пробудить у ребят любовь к родине, уважение к тому, кто их воспитывал, воевал за них и заплатил за счастье будущего поколения самую высокую цену – свою жизнь. Выезжаем на раскопки, то есть все организовано, там присутствует поисковый батальон, который имеет при себе Уралы, на которых мы выезжаем на ту местность, на которую на машине и пушком далеко добираться. Все удобства, душ, завтрак, шведский стол, вообще все очень круто. Организованность на высшем уровне. Заниматься такой серьезной и ответственной работой возможно только в веселом и жизнерадостном коллективе. Это подтвердит любой участник клуба. Но шутки шутками, а безопасность в первую очередь. Понятно, что мы выезжаем не одни с нами, выезжают специалисты, минеры, подрывники, те, кто видят, что происходит. Мы железо этого не касаем, все, что взрывается. Мы перестанавливаем работу, специалисты, взываем до земли опасные предметы и продолжаем дальше работать. Несчастных случаев не было, не дай бог, чтобы были. Мероприятие по полевой работе проводится несколько раз в год. И в последнее время заметна поддержка государства. В августе были на большом военно-историческом лагере, назывался Волховский фронт, на Невском пятачке и на Синяевских высотах. Там было поднято более 540 бойцов. Начали копать, метра два прокопали, не было. Потом на третий метр, когда уже захотели уезжать, нашли уже. Потом начали весь слой земли снимать и нашли. То есть погреба советских солдат. Молодые ребята и девчонки уважают своего наставника, прислушиваясь к каждому его слову. Михаил Ильич считает, секрет успеха заключается в том, что его обязанность – давать советы, а не пытаться кого-то заставлять или учить. Ведь у детей и подростков можно научиться еще большему. Хотя бы открытости, которой так часто не хватает взрослым. Александр Шишов, Евгений Петров, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ. Зарабатывай, зарабатывай.